Осталось чуть меньше месяца до главного политического события этой весны. В Карачаево-Черкесию с рабочим визитом прибыл член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В нашей республике у эксперта прошел ряд мероприятий и встреч, которые нацелены на обеспечение прозрачности и законности предстоящих выборов президента России. Сегодня в ходе двухсторонней встречи Александр Брод и руководитель Карачаево-Черкесского республиканского избиркома Лариса Абазалиева обсудили самый широкий спектр вопросов. Как отметила Лариса Хасанбиевна, на данный момент избирательная система региона практически приведена в состоянии полной готовности. Уже прошли обучение члены всех территориальных избирательных комиссий. Также в ходе визита в Карачаево-Черкесию у Александра Брода состоялся круглый стол с участием экспертов, наблюдателей, членов общественного наблюдательного штаба. А также посетил территориальные избирательные комиссии. Наша главная задача сделать это так, чтобы голосовать было безопасно, удобно и чтобы каждый смог реализовать свое законное гражданское право, отметили участники встречи. 100% сертифицированы все члены комиссии и уровня участковых комиссий, территориальных комиссий. Вообще нам нужно 929 обходчиков для осуществления проекта Inform Week по информированию избирателей о выборах. Мы с запасом на случай, если кто-то заболеет. У нас прошло тестирование, обучение, больше тысячи человек. На участках, где много слабослышащих избирателей, работают сотдопереводчики. Мы это делаем уже третью компанию, и это очень востребованная функция. Кроме этого, мы изготавливаем методом Брайля информационные материалы для слабовидящих. Затем трафареты к бюллетеням по методу Брайля, чтобы они могли голосовать самостоятельно. Мы со своей стороны будем на связи с общественным штабом, будем запрашивать информацию из региона, размещать на карте сообщений на нашем портале НОМ-24. И тоже будем комментировать ситуацию. Объективность, непредвзятость, беспристрастность. Сегодня в общественной палате города Черкеска состоялась встреча общественных наблюдателей и члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Выборы президента нашей страны – важное политическое событие, определяющее будущее России. В ходе мероприятия обсудили важные аспекты подготовки и проведения выборов в Карачаево-Черкесии. Александр Брод побывал на территориальных избирательных участках республики и отметил активную работу общественного штаба, а также роль группы экспертов. Растет профессионализм общественных наблюдателей. Они с большим интересом, с большей вовлеченностью участвуют в этом процессе. Это люди разных возрастов, разных профессий, разных населенных пунктов. И, конечно, вот этот опыт, который нарабатывается с годами в результате семинаров, участия в выборах, он, конечно, приносит свою пользу. В ходе обсуждения темы встречи внимание было сфокусировано на проведении честных выборов с полной готовностью. Были подняты вопросы общественного наблюдения и предотвращения нарушений. Обсудили создание условий для лиц с ограниченными возможностями и для избирателей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Александр Брод отметил важность отслеживания предвыборной агитации и недопущения распространения фейков. Избирательная система и общественники, и наблюдатели выработали иммунитет к подобным деструктивным воздействиям. За последние годы были проведены выборы и в условиях пандемии, и в новых регионах при обстрелах, и давлении на членов избирательных комиссий. Поэтому опыт накоплен очень большой, избирательная комиссия серьезно готовится. По окончании мероприятия участники выразили благодарность за ценные рекомендации и оценку Александру Броду. Председатель общественной палаты Елена Лешова пообещала приложить все усилия для проведения честных выборов на территории республики. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью минус 3 плюс 2 в горах до 8 градусов мороза, а днём 4-9 выше нуля и местами минус 2 плюс 3. В Черкесии ночью без существенных осадков, днём слабые, ветер восточный и 5-10 метров в секунду и порывы до 14. Температура ночью минус 1 минус 3, днём 4-6 выше нуля. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил архиепиского, пятигорского и черкесского феофилакта с орденом почёта за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций. Президент России Владимир Путин высоко оценил заслуги архиепиского, пятигорского и черкесского феофилакта, удостоив его орденом почёта за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность. Глубокая порядочность, мудрость и жизненный опыт архиепиского многие годы служат укреплению не только православия, но и межконфессионального согласия с сохранением мира. От всей души поздравляю архиепиского, пятигорского и черкесского феофилакта с такой высокой наградой. Желаю благополучия, здоровья, процветания и успехов в столь благородном труде, говорится в поздравлении. Сегодня в хуторе Киева-Жураке Адыгехабльского района республики после капитального ремонта открылось образовательное учреждение. В прошлом году в едином комплексе «Школа плюс детский сад» подрядчиками было обновлено очень многое. О том, в каких условиях теперь учатся сельские дети, расскажет корреспондент Артур Мхце. В центре инициатив школы «Хутора Киева-Жураки» идет внеклассное занятие. В уютном кабинете ребята делятся с педагогом впечатлениями от прочитанного. До недавнего времени о подобном можно было лишь мечтать. Условия не позволяли. Построенный в 2015 году единый комплекс «Школа плюс детский сад», как оказалось, нуждался в преображении и дополнении. «Требовалась большая работа по фасаду. Там много было трещин, крыша. В общем, много чего поменялось. У нас обновили стены, они покрасили. Нам выделили большие деньги на украшения зала. Выделили нам вот такие вот диванчики, шкафчики. Ничего из этого у нас не было, чему мы очень рады с детишками, потому что есть такая обстановка, где можно спокойно подумать, решить, что-то интересное придумать. Да, ребята? Да. В этой школе необходимо было проделать ряд работ, которые требовались для хорошего, качественного образовательного процесса, благодаря чему, собственно, школа и попала в программу. Но в том виде, в котором она попала в программу, немножко не устроила партию. Мы приезжали сюда вместе с нашим сенатором Крымом Олеговичем Казаноковым, с представителями органов исполнительной власти, с нашими министерствами. И пришли к общему мнению, что в этой школе все-таки требуются дополнительные вложения из республиканского бюджета, с чем мы обратились к председателю правительства. Очень благодарны, что нас услышали. По словам директора Риты Коновой, в школе был оборудован центр инициатив. Обновлены и дополнены техникой, интерактивными досками многие кабинеты. Открылась точка роста, где любознательные ученики могут осваивать различные дисциплины. Здесь, разумеется, постарались привести в порядок фасад, сделали куда более приятным для глаз двор. То есть оформили все так, чтобы ребята чувствовали себя тут как дома, в семье. На что обратили внимание и приглашенные гости. В 2024 год Владимир Владимирович объявил годом семьи. И сказал такую меткую фразу, что наша вся страна – это семья семей. Вот находясь в этой школе, я чувствую, что здесь семья. Настоящая школьная семья, в которой каждому тепло, уютно, безопасно, где каждый чувствует себя именно дома. Во время увлекательной экскурсии по единому комплексу нашлось много чего, на что обращали внимание гости из регионального парламента и Республиканского министерства образования. Ну а далее в торжественной обстановке было отправлено в плавание обновленный корабль знаний сельской школы. Артур Мухцелек Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Адыгихабльский район. В управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесии прошел первый этап смотра конкурса самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора». На суд жюри свои творческие способности представили военнослужащие и сотрудники территориального органа Росгвардии. Исполнили патриотические музыкальные композиции. Коллегия жюри под председательством заместителя начальника территориального управления по военно-политической работе Виталия Павелиться оценила талантливых участников в номинации «Сольное пение. Авторская песня». По итогам отборочного этапа лучшим исполнителем стал сотрудник ОМОН «Мустанг» Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, майор полиции Аслан Дугужев. Второе место разделили сотрудники Зеленчукского межрайонного отдела, вневедомственной охраны Радмир Тикеев и Магомед Бастанов. За творческую инициативу все участники были отмечены грамотами и ценными подарками. Идти к мечте вопреки всему в кинотеатрах Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, стартовало продолжение популярного фильма «Лед-3». Зрители смогут окунуться в продолжение ледовой сказки и пережить вместе с главными героями все трудности пути к чемпионскому пьедесталу. На показе кинокартины побывал Алихан Лепшоков. Продолжение ледяной сказки ждали все российские зрители. История хоккеиста Горина и его дочки Нади и бессменной наставницы Ирины Шаталиной не осталась без внимания и любителями нашего кино в Карачаево-Черкесии. В особенности посмотреть фильм «Лед-3» пришли представители молодого поколения. По словам директора кинотеатра Чарли Виктории Бордуновой, данная кинокартина в первую очередь заинтересует своим глубоким сюжетом, где раскрывается стремление главной героини достичь своей мечты, несмотря ни на что. Несмотря на то, что сейчас нет американских фильмов, наши российские фильмы пользуются большим спросом. Тем более у молодежи. То есть приглашаем всю молодежь и даже остального поколения посмотреть фильм «Лед-3». Показана борьба юной девушки за то, как она хочет победить. У нее идет борьба с родителями, у нее идет борьба с самой собой. То есть большой спорт, он много чего просит. И вот несмотря ни на что она побеждает. Юная фигуристка Надя Горина, которая после травмы, полученной на самом пике своей формы, находит в себе силы, чтобы вернуться в большой спорт. Ну и конечно же, как же без любовной линии в фильме? Юный хоккеист Сергей Орлов оказывает свою поддержку главной героине. Особое внимание заслуживают музыкальные номера с участием самих главных героев. Орлов мечтает попасть на кубок льда, чтобы завоевать награду, которой так и не досталось ее маме. Три-три, тулуп, тулуп. Еще и в конце программы. Прекрасный каскад. А сейчас что? Прыгну. Каждый из нас переживал вместе с главными героями различные трудные ситуации. А вот финал фильма даже заставил нас прослезиться, отмечают зрители. В моменте хотелось плакать, было очень жалко. Но под конец это было вообще невероятно. Очень классный фильм. Я жду лет три-четыре. Мне очень понравился фильм, как она выступила на сцене. Очень тоже хотелось плакать, как ее тренеры делали операцию, и она выжила. Мне очень понравился фильм. Впечатления очень хорошие. Я узнала об этом фильме, поняла для себя, что никогда не надо сдаваться, нельзя сдаваться. Надо всегда идти к своей цели, и все у тебя будет хорошо. Кинокартина «Лед-3» также раскрывает сложные взаимоотношения между представителями разных поколений. Поэтому его стоит посмотреть всей семьей. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка все вместе». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин